Рабочая неделя в районной администрации началась с планерного совещания, на котором обсудили вопросы вакцинации населения, режим работы медучреждений в связи с ростом количества заболевших, а также новые коронавирусные ограничения. Планерное совещание при главе района началось с приятной новости. Были подведены итоги районного конкурса на лучшие новогодние украшения предприятий потребительской сферы. Победителей определяла конкурсная комиссия, которая оценивала образное цветовое и световое решение, оформление фасадов торговых объектов прилегающей территории, а также оригинальность оформления. В итоге в числе победителей оказались 9 объектов. Их руководители были отмечены почетной грамотой главы района Романа Синеговского. Председателем Совета Патеринского кооператива Дуркина Светлана Михайловна. Продолжилось совещание обсуждением одной из самых острых тем на сегодняшний день – роста количества заболевших коронавирусной инфекцией. Пандемия пока не думает отступать. Ежедневный прирост у нас практически по краю около 4 тысяч заболевших. И данная ситуация также отражается и на нашем районе. У нас за прошлую неделю добавилось в копилку заболевших 208 человек. Если ранее у нас было от 30 до 50, то вот уже 208 человек. То есть в 4 раза идет ежедневный прирост по группе населения, которая заболевала вирусом COVID-19. И на сегодня у нас эта цифра составляет 1723. На акулаторном лечении, с учетом того, что ежедневно добавляется, ну кто-то выздоравливает, кто-то продолжает болеть, на акулаторном лечении у нас находится 584 человека. В связи с ростом числа заболевших и возросшей нагрузкой на медучреждения региональным министерством здравоохранения было принято решение приостановить диспансеризацию населения, а также начать дистанционное открытие больничных листов. Также из нововведений QR-коды теперь смогут получить не только вакцинированные, но и переболевшие люди с высоким уровнем антител. Министерством здравоохранения Краснодарского края было принято решение, и оно вступило в силу с вторника прошлой недели. Приостановили оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в акулаторных условиях, включая диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр, из-за исключения группы населения, которые имеют онкологические или онкогематологические заболевания или находящиеся на заместителе почечной терапии. Они остаются на обслуживании. Все остальные пациенты, которые находятся на амблотомном лечении по различным группам заболеваний, кроме тех, которые связаны с COVID-19, амблотомное лечение приостановлено. И переведены на дистанционное наблюдение пациента, не требующие оказания неотложной помощи. То есть сейчас, чтобы выписать больничное, достаточно позвонить участковому терапевту, описать свое состояние и здоровье, и, соответственно, в дистанционной форме открывается больничный лист, и, соответственно, отмечается лечение, и при отсутствии необходимости попадания к врачу, пациент, соответственно, находясь на амблотомном лечении, лечится. И если он выздоравливает на интервале не более 7 дней, ему даже сдавать пациент не надо, то есть если он чувствует себя хорошо, нормально, то установлен новый регламент, и тебе не надо сдавать пациент. Если заболел 5-6 дней и через 5-6 дней почувствовал себя хорошо, можно выходить на работу и закрывать больничный лист без сдачи соответствующего амблотства. Часть ограничительных мер были ослаблены, но вместе с тем необходимо усилить работу по вакцинации населения. Только массовый иммунитет позволит приостановить распространение инфекции. В Славянском районе продолжают работать все пункты вакцинации. Получены первые 80 доз подростковой вакцины. Несвершнолетние дети уже начали делать прививки. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа События.